Доброе утро! На той неделе началась новая эра моей жизни. Вот так, ни больше, ни меньше. Дело в том, что я научилась сама печь хлеб. Не просто так ради самого факта, а поставила это дело на поток, а хлеб в магазине мы больше не покупаем. Знаете ли вы, что ингредиентов при приготовлении хлеба требуется минимум? Классический хлеб это мука, вода, дрожжи или закваска, соль и сахар по вкусу и все. Ну и, пожалуй, еще один немаловажный ингредиент – любовь. То самое, без чего вообще ничего не бывает. Ни хлеба, ни зрелищ, ни, собственно, самой жизни. А вот рецепт сегодняшнего утреннего вестника прямо сейчас. Оплату за проезд в Перми подняли с 10 января. Стоит ли наш общественный транспорт 33 рублей? Мы спросили пермяков. Крещенских морозов не будет. На этой неделе синоптики говорят, что температура воздуха будет на 5-6 градусов выше климатической нормы. Не заметить невозможно. Увлечение граффити, возникшее на почве молодежного хулиганства, теперь стало частью мирового художественного наследия, а также украшением нашей повседневной жизни. Как старую вещь превратить в новую в одной из пермских мастерских? Вторую жизнь дают даже 150-летние мебели. Сейчас в эпоху интернета к любой новости я лично отношусь весьма осторожно. Выражение «доверяй, напроверяй» в профессии журналиста всегда было правилом номер один, но сейчас особенно. Я иной раз поражаюсь, откуда берутся эти писаки, где они сидят, о чем вообще думают. Такое порой понапишут. Я к чему, собственно, веду? Да к тому, что все самое важное в информационной повестке за 5 минут мы предлагаем вам увидеть у нас. Поверьте, никакой желтой прессы, только проверенная информация. Передаю слово нашей вечерней редакции. На данный момент в Прикамье официально зарегистрировано 6 случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19. Однако уже к концу месяца в регионе ждут всплеск. По оценкам Краевого Минздрава, количество заболевших омикроном превысит предыдущий уровень заболеваемости той же дельтой минимум в 4 раза. Готовиться к высокой нагрузке на пермскую систему здравоохранения начали уже сейчас. На очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19 обсудили меры, которые будут приняты. Будут созданы амбулаторные COVID-центры в каждом районе и в крупных городах Пермского края, в том числе и в детских поликлиниках. То есть одна из поликлиник в районе, она будет полностью отдана под COVID. Там будет сразу проводиться экспресс-диагностика, выдача лекарств, возможность осмотра и возможность проведения региологического обследования. Кроме этого, в красных зонах региона готовы развернуть дополнительно 7,5 тысяч коек, а при необходимости еще тысячу сверху. К началу февраля планируется увеличить и мощности выездных бригад. Количество неотложных вырастет до 800. Бригад скорой помощи станет на 40 больше. Также сейчас прорабатывается вариант, когда бригада скорой помощи прямо на выезде сможет проводить экспресс-тестирование и выдавать необходимые для лечения лекарства. По линии Роспотребнадзора прорабатывается и вопрос увеличения мощности диагностических лабораторий. Всего мы отправляем наш край в два института. Это в Нижегородский институт и в Саратовский институт Роспотребнадзора. Мы будем примерно отправлять еженедельно 10-300 проб. До этого мы отправляли 10-15 проб в институты. В первую очередь институты исследуют тех, кто прилетел из-за границы. 371 проба в работе и после окончания мы поймем, а я думаю, на этой неделе мы поймем, что циркулирует в регионе. Станет ли омикрон последним штаммом, пока точно не ясно. Эпидемиологи рассматривают два сценария развития событий. Первый – при уровне вакцинации населения не ниже 70% мы будем невосприимчивы к новому штамму. При этом летальность будет снижаться. Специалисты предполагают, что при таком раскладе омикрон завершит пандемию. Второй сценарий не такой радужный и говорит о том, что при вакцинации населения в 50% вырастет доля тяжелых клинических форм заболевания, а также будут созданы условия для дальнейших мутаций вируса. В ближайшие пару недель эта угроза будет здесь. И от того, как мы будем вместе с вами вакцинироваться, от того, как все без исключения жители Пермского края будут, в общем-то, нести гражданскую ответственность перед собой и перед своими окружающими, будет зависеть успех нашей совместной работы. На сегодняшний день цифры суточного прироста уже говорят о резком скачке. За прошедшие 24 часа в Пермском крае подтверждено 448 новых случаев COVID-19. В Прикамье транспортный прокурор потребовал очистить реки края от трех десятков бесхозяйных затонувших судов. Суд иск удовлетворил. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, в реках Кама, Вишера, Косьва, Сылуа, Чусовая находится 30 затонувших судов, их частей или механизмов, владельцы которых не установлены или ликвидированы. Затопленные суда негативно влияют на экологическое состояние рек и безопасность движения, сообщили в ведомстве. Транспортный прокурор Прикамье направил в суд иск к предприятию администрации Камводпуть. Суд удовлетворил заявление прокурора, теперь организация обязана очистить пять рек от 30 затонувших кораблей. Пермь, как и многие другие современные российские города, переходит на бескондукторную оплату проезда. А с 10 января в городе действует новое тарифное меню для пассажиров общественного транспорта. За прошедшую неделю более полумиллиона перемяков воспользовались транспортными картами, правда, некоторые столкнулись с трудностями. Почему может не сработать валидатор и что делать, рассказывают в департаменте транспорта. При пополнении проездного надо понимать, что все валидаторы в транспорте, они обновляются не мгновенно, это занимает определенное время. То есть до 24 часов может занимать поступление информации о пополнении проездного в какое-то отдельное транспортное средство. Соответственно, при планировании поезда надо просто учитывать этот фактор. Если карта продолжает оставаться в стоп-листе, несмотря на то, что прошли сутки после оплаты, необходимо сообщить об этом перевозчику на специальном сайте или в департаменте транспорта по адресу электронной почты dt-собака-город-перм.ру. Если нет звуковых сигналов и валидатор даже не реагирует на проездной, вероятнее всего неисправна сама карта. Необходимо обратиться в центральное отделение почта банка для того, чтобы ее проверить. В социальных сетях на прошлой неделе было не по-зимнему жарко. Тема стоимости проезда в городском общественном транспорте была чуть ли не темой номер один. И вот тут я подумала, стоимость до 33 рублей, значит, нам подымают, а мнение пермяков даже и не спрашивают. Мы вот, например, спросили. И вот что люди говорят. Больше 70% опрошенных нами пермяков изменением цены недовольны. Слишком уж велика разница. 18% респондентов говорят, подняли бы стоимость на 2-3 рубля, это было бы приемлемо. И перевозчику более выгодно, и жителям бы по кошельку сильно не ударило. Напротив, 8% опрошенных изменение цены считают разумным. Топливо в очередной раз подорожало, и проезд вслед за ним. 33 рубля – это не для всех приемлемая цена, потому что 24 рубля было нормально, еще плюс была пересадка на другой транспорт. А сейчас пересадка стала стоить 17 рублей, и это не всегда, только по карте или по проездному билету. И вот, ну, я считаю, что 33 рубля – это слишком, ну, не прям слишком, но завышенная цена для проезда на автобус. Не, я думаю, это совсем несправедливо по отношению к народу. Ну, это общественный транспорт. У них оборот денег, я не знаю какой. Ну, зачем повышать, если, по идее, 27 рублей было, ну, и ладно. Ну, 33 рубля – ну, это уже много с тем учетом, что пересадки, говорю, уже платные. Это ладно, кто от точки А в точку Б ездит, а кому пересадки надо делать там по два раза в день. Как бы некоторым это невыгодно. Мне кажется, нормально каждый год добавляют, а я никакого не беру никогда, проездной, ничего, у нас автобус не ходит. Мы ездим на свои деньги. Ну, нормально, мне кажется. Если они все ездят на дизеле, дизель-то под 60 рублей уже. Куда это годится? У нас свой собственный завод, а цены, по-моему, самые дорогие в Фермском крае по сравнению с другими рядом областями. Мы, вообще-то, из Березняков, конечно, не местные. Вот первый раз мы поедем за 30 рубля. Ну, для нашего, такого, средней нашей зарплаты, мне кажется, дороговато. Вот сейчас мы вдвоем поедем, это надо 66 рублей нам заплатить. Дочка на учебу приехала. Дороговато, я думаю. В Пермском крае на этой неделе температура воздуха будет выше климатической нормы на 5, а то их 6 градусов. Вот такие у нас с вами этой зимой температурные качели. Хотя, по ощущениям, зима нынче такая, какая и должна быть. Главным образом, снежная. Тему продолжит Полина Рифа. Повезло так повезло. В течение всей недели можно смело считать себя любимчиком фортуны и балованием судьбы. Причем это чувство рекомендуется испытывать и коллективно, и индивидуально. Как вам больше нравится? Хочется быть счастливыми вместе? Пожалуйста. Хочется отдельно? Ради бога. Повод для этого у нас превосходной недели. Чудесной погоды. Зима выдалась мягкая, почти нежная. Температура, например, в среду выше климатической нормы градусов на 10. И это действительно прекрасный повод для хорошего настроения. В среду даже может повыситься по северным и западным районам края до минус одного, минус двух в Перми. Также может быть на пике потепления около минус двух градусов. И вот этот день, среда, он станет по часам теплым более чем за месяц. Потому что последний раз такие температуры у нас наблюдались в первой декаде декабря. И это, заметьте, 19 января. Пара крещенских морозов со всей их легендарной свирепостью и яростью. Весь этот набор, к счастью, отменяется. А вместо этого мы получаем чрезвычайно комфортные условия для пребывания на свежем воздухе. Хочешь просто гуляй, хочешь прохлаждайся на лыжах. Одинаково хорошо и то, и другое. В четверг, правда, похолодает, но несущественно. Минус пять – это тоже, можно сказать, подарок судьбы. В пятницу температура упадет уже ощутимее. И здесь нас подстерегает вилка судьбы. В ночь на пятницу будет уже где-то температура приближаться к минус 12-15. Насчет выходных пока неопределенность. Там есть разные сценарии. Либо влияние антициклона усилится, и тогда можно рассчитывать на солнечную погоду. И вместе с тем усиление холодов. Там в ночные часы уже может ближе к 20. Есть циклон, который созревает сейчас на севере. Он явно претендует на то, чтобы диктовать условия погоды. И вот пока неизвестно, успеет он окрепнуть или нет. Но если он достигнет своей цели, значит, выходные нам достанутся относительно теплыми. Но в противном случае придется перед выходом на улицу со всей ответственностью отнестись к процессу утепления. Все, всем хорошего настроения. Я недавно видела сразу нескольких человек, стоящих возле киоска с газетами и читающих одну и ту же газету. Не скажу, какую, а то иначе подумаете, что я рекламирую. Пресс-парад про всю местную прессу. Очень удобно. Экс-министр территориальной безопасности Андрей Ковтун за мошенничество в крупном размере приговорен к трем годам лишения свободы условно, передает коммерсант Прикамье. Кроме того, бывший чиновник должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, и он же лишен классного чина госслужбы. По данным следствия, в 2017 году обвиняемый эффективно устроил на работу в 23-й отряд противопожарной службы егеря Вячеслава Верещагина. Фактически на работу Верещагин не ходил, но зарплату получал. Омикрон – особенный штамм, отличается заразностью, однако надолго он не задержится. Уже в начале февраля заболеваемость омикроном в России начнет снижаться. Об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалея Анатолий Альштейн на пресс-конференции в «Известиях». Ученый обратил внимание, что в Африке новый вариант коронавируса выявили в ноябре, а сегодня число заболевших там резко уменьшилось. Такая же ситуация и в Великобритании. На портале Госуслуг появился новый сервис «Уведомления по трудовым мигрантам». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры. Отмечается, что с помощью сервиса можно отправлять в подразделение МВД электронные уведомления о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам, являющимся высококвалифицированными специалистами. В Минцифры отметили, что сейчас в МВД ежегодно поступает около трех миллионов уведомлений. Люди почти всегда относятся хорошо только к тому, что понимают. Это, наверное, главный аргумент тех, кто рисует граффити на стенах. Если они вообще пытаются каким-то образом мотивировать свои действия, они просто метят территорию по типу всем известного Васи, который здесь был. Но, говорят, наш следующий герой отнюдь не таков. Элементы культурно-исторического наследия нашего края теперь красуются на домах 44 и 46 по улице Чкалова. На одном здании изображена фигура пермского звериного стиля «Трехглавая птица» как символ божественного начала, роста и устремления вверх и олицетворяет стихии воздуха. На втором доме рисунок аммонита. Он как отсылка к Пермскому морю и периоду в геологии. В изображениях пермский художник Алексей Беста совместил несколько техник. Я еще вообще занимаюсь татуировкой, и тут вот все это объединено. Как бы именно рисование на стене – это от граффити, а вот весь рисунок почти из точечек. Вот это уже из татуировочной техники, и вот тут все вместе объединено. Работа над созданием граффити длилась порядка 20 дней, практически весь декабрь прошлого года. Помогал Алексею воплотить в реальность работу таких масштабов в короткий срок коллегам. Художник Андрей Катаев. К слову, традиции уличного монументально-декоративного искусства, популярные в прошлом веке, вновь набирают обороты. Может, это напоминает, потому что я цвета выбирал специально, чтобы они не выделялись, чтобы оно в окружение влилось. И поэтому, может, немного похоже, потому что они такие, вот как раз в той эпохе немного цвета. Неяркие, тускленькие. По задумке автора, в стрит-арте должны быть задействованы четыре дома, как четыре стихии. Поэтому, возможно, в скором времени на еще двух домах появятся другие изображения. Коми-пермятский символ солнца и кристаллическая решетка меди, олицетворяющая стихию земли и то, с чего началась промышленность нашего региона. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания Ветта. Как совместить экологию и экономию? Очень просто, как все гениальное. Первое, не выбрасывать старую вещь. Второе, по возможности ее продать. Предложений хватает. Ну, а в-третьих, отдать на реставрацию. Что из этого получается, расскажет Наталья Тиньковская. Вроде бы ничего неожиданного. Да, раскроет ткань и значит, это явно мастерская. Но какая! Ведь у вас каждый кусочек раскроенный. Это с историей, потому что это ткани непростые. Да. Вот эта вышивка со старого старинного кресла мы будем заменять. Можно сделать из этого думочку, можно еще что-то пошить. И эту ткань, да хоть в рамочку просто на стенку после химчистки, скажем так. Да, после того, как отпарят, отстирают. Я стараюсь сохранять старые ткани. Это мой небольшой фетиш такой, что и сумки я из них шила одно время. И, ну, то есть, потому что это действительно с историей, вот эта ручная вышивка. Как можно это выкинуть? Ничего себе! А сидеть-то на ней можно было? Ну, сидели, видимо, лет 50 точно, минимум. 150 лет назад. Мы же вам обещали, что мастерская эта непростая. Восхищает то, что вышивке ничего не сделалось. Не поблекла. Вот даже на сиденье нигде ни зацепки, ничего не случилось с ней. Кто вышивает, тот понимает, что так сделать, это нужен очень большой труд. Да, да, это ровный стежок, большая усидчивая работа, очень масштабная. Самое неожиданное, что мне попадало в руки, это кресло. Ему было более 150 лет, насколько я помню, дубовое, с такими львами. И оно тоже было в вышивке, я там вышивку восстанавливала. Там были такие постарали, с охотой, еще что-то. Вот в Екатеринбурге сейчас оно живет. Я думаю, что люди не осознают, что можно многое восстановить. Даже поменяв обивку, уже будет новая жизнь у вещи, и она по-другому заиграет, и уже ее не захочется хранить на балконе или в сенях где-то. То есть жить, сидеть на ней, спать на ней, я не знаю, гостей принимать. Мало того, что это ваш капитал, но это и капитал истории нашего народа, по большому счету. Это точно. Наталья Тиньковская, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». На любом экзамене на вопрос, каким регионом является Пермский край, правильным ответом будет промышленным. Так вот, об очередных успехах промышленного гиганта речь сейчас и пойдет. Большую часть своей жизни Наталья Ермакова посвятила журналистике. Вот уже 45 лет каждый день она пишет о том, что важно. Больше всего в своей профессии главный редактор издания «Куйдинская газета» любит рассказывать про людей. Ведь на ее родной земле есть о ком говорить. Мы случайно для себя обнаружили, что в одной маленькой деревне Степановка, Куйдинского района, и рядом с ней еще две деревушки, живут бывшие нефтяники, лукоиловские. Каждый из них сегодня ведет активную жизнь. Когда их спрашиваешь, почему, откуда у вас это? А это вот у нефтяников нас научили быть такими активными. Бывшие нефтяники стали главными героями большой статьи в газете, которую Наталья и отправила на конкурс «Черное золото при Камье-2021» и заняла в одной из номинаций первое место. Этот конкурс пермскими нефтяниками проводится уже в 16-й раз. Ежегодно на суд жюри поступает более 300 работ. Победителями становятся авторы самых профессиональных и творческих материалов. Хочется отметить слова нашего президента, Вагису Чарик Первого, который всегда говорит и говорил и будет говорить о том, что жизнь регионов, где трудится компания, неразрывно связана с жизнью людей, не только работников этой компании, но и всех, живущих на этой земле. В этом году к традиционным шести конкурсным номинациям добавили еще две – выбор читателя и лучшая публикация на социальную тематику. Также по решению жюри в конкурсе были некоторые организационные изменения. Первое. Сейчас оцениваются не работы редакции, не коллективы, а работы авторов. То есть выявляются лучшие журналисты своими публикациями и награды, соответственно, у них тоже будут персональные. Ну и второе важное новшество. Конкурс шагнул за пределы Пермского края. Он теперь распространяется на всю территорию деятельности компании «Лукойл» в Проваревском регионе. Лучшим материалом на ТВ в этом году была признанная работа нашего коллеги, редактора телекомпании «Ветта» Станислава Уланова. Жюри конкурса высоко оценила его рубрику «Легенды губернского города». Учествование победителей конкурса пермских нефтяников традиционно было приурочено ко дню печати и проводилось совместно с еще тремя церемониями. Награды получили лауреаты конкурсов имени Аркадия Гайдара, профсоюзного журналиста Владимира Шитова и известной пермской журналистки Татьяны Черновой. Екатерина Рухтина, Семен Сеснин, телекомпания «Ветта». Несмотря на нынешний век рационализма и материализма, многие люди по-прежнему верят в сверхъестественное. Кого-то пугают вещи сны, кто-то подкармливает домового, а некоторые и вовсе считают, что феи настоящие. Так или иначе, наука пока не может объяснить всего в нашей вселенной, поэтому после некоторых ситуаций действительно единственное, что остается, это начать верить в мистику. У нас тут для вас кое-что интересненькое подготовлено. Передаю слово Антону Шибанову. Да уж какое там шоу дронов! Посмотрите, что вытворяют в небе обычные скворцы. Собираясь в стаю, они становятся похожими на жидкую среду, которая парит в небесах и постоянно меняет форму, создавая причудливые рисунки и перемещаясь как единый живой организм. Невероятно эффектный полет стая скворцов по-научному называется «мурмурация». Скворцы двигаются синхронно и слаженно, как после изнурительных тренировок. У ученых имелось несколько гипотез о том, зачем птицы это делают. Ученые из Уэрикского университета Великобритании объяснили феномен мурмурации скворцов с помощью динамики темных и светлых пятен в летящей стае. Было замечено, что каждый скворец в гигантской стае принимает такое положение, чтобы на него падал свет со всех сторон. Это дает возможность почерпнуть максимум информации при полете. Все фигуры и изменения в массовом танце происходят из-за того, что скворцы поддерживают это состояние предельной прозрачности, меняя положение в зависимости от солнечного света. Каждая птица в стае задает траекторию полета для семи особей, находящихся к ней ближе всего. Скорость птиц во время этих маневров достигает 40 км в час. Все движения совершаются за сотые доли секунды, при этом скворцы не сталкиваются друг с другом, и у образуемых фигур нет никакой систематичности. Бездна Челленджера — это самая глубокая точка поверхности Земли. Расположена в западной части Тихого океана в Марианской впадине. Данные относительно ее глубины разнятся. В одних источниках указывается глубина в 10 км, в других — более 11 км. Одно известно точно — глубже этого места на планете нет ничего, ну или его еще пока не обнаружили. Бездну Челленджера впервые нашли в середине 20 века. Географическое судно из Великобритании, Челленджер-2, изучало Марианскую впадину, когда эхолот показал совсем уж запредельные цифры — в 10 899 метров. Позднее советское исследовательское судно «Витязь» показало данные в 11 022 метра. 23 января 1960-го Дон Уолш и Жак Пикар совершили погружение на Ботискафе Триест. Они стали первыми людьми, которым удалось опуститься до таких мрачных глубин. На дне траншеи верхний столб воды оказывает давление в 3 тонны на 1 квадратный сантиметр. При таком давлении плотность увеличивается почти на 5%. Температура внизу составляет от 1 до 4 градусов тепла. Это удивительно, но и там, на дне, исследователи неожиданно встретили жизнь. Плоских рыб, размером до 30 сантиметров, похожих на камбалу, живые организмы фаромниферы и некоторые иные формы жизни. Водопад Флакун в Пермском крае называют одним из самых впечатляющих. Да, возможно, из-за того, что подобных природных объектов в этой части Урала просто нет. Он находится на правом берегу реки Сылвы в окрестностях поселка Суксун. Конечно, есть и легенда, которая объясняет его происхождение. Местную девушку-красавицу разлучили с любимым, хотели выдать замуж за злого богача. Девушку вариант не устроил, тогда ее насильно заточили в горные недра. Освободится она только тогда, когда ей разрешат быть со своим возлюбленным. Вот и сидит в горе красавица и непрерывно льет слезы. Ну и слез, похоже, у нее много, потому что расход воды составляет здесь порядка 15 литров в минуту. Вода падает с высоты около 7 метров тремя струями. Из-за содержания в ней углекислоты происходит выпадание карбонатов кальция. Благодаря этому плакун не только не размывает обрыв, с которого падает, а напротив его укрепляет и цементирует отложениями. Так говорили ранее, но 8 января 2022 года с вершины водопада обломился огромный валун. Повезло, что в этот момент под струей воды никого не было. Теперь искупаться под водопадом сложнее, вода стекает по обрыву. Утрачена часть красоты этого места. Вупертальская подвесная дорога Вупертальская подвесная дорога – это одна из старейших подобных дорог. Она представляет собой монорельсовую двухколейную подвесную систему на эстакадах общей длиной более 13 километров, из которых 10 километров пути проходят над руслом реки Вупер на высоте примерно 12 метров. Остальные почти 3,5 километра проложены прямо над улицей на высоте примерно 8 метров. Один маршрут имеет 20 остановок, максимальная скорость поездов дороги – 60 километров в час. Ну, в наше время вся система модернизирована, но туристам предлагают прокатиться на настоящем Кайзервагене – поезде, на котором перевозили императора в 1900 году. Саму дорогу ввели в строй в 1901 году. И, кстати, в середине 20 века директор местного цирка решил в рекламных целях прокатить на монорельсе слона Туффи. Однако тот при попадании в вагон начал проявлять беспокойство и вскоре после отправления, проломив боковую стенку вагона, выпал из него в речку Вупер с 12-метровой высоты. В итоге Туффи серьезных ранений не получил. В ходе последовавшей после падения слона паники легкие ранения получили несколько пассажиров. Сейчас рядом с местом происшествия между двумя станциями на стене дома нарисован падающий слон. Средств к спасению мира было названо множеством. И любовь, и красота, и доброта. Вот о тех, кто, собственно, получается, и спасает этот мир, расскажет Полина Рифа. Невидимка. Знаете ли вы, кого так называют? Социологи говорят так о людях без определенного места жительства. Общество перестает замечать человека, как только он перестает быть ресурсным. Такие же невидимки бездомные животные. Несоциализированный сильный зверь небезопасен. Поэтому муниципальные приюты в основном рассчитаны на собак. Туда не принимают кошек. А если они их туда берут, то там нет условий содержания. Помещение не отапливается, нет корма и так далее. То есть государство не решает у нас в Перми эту проблему. Так что с котами дело плохо. Существа они, по большому счету, безобидны. Оттого и дела до них никому нет. Кошки умирают. Они умирают на улице. Они не созданы для зимы. Частные приюты. За последние 10 лет их в нашем городе стало 4. Единственный оплот брошенных котиков. Жизнь которых идеальна только в соцсетях. Количество приютов явно недостаточно. Но все же это лучшее, чем ничего. Марат – один из питомцев счастливого хвоста. Он был обычным домашним любимцем. Однажды потерялся уличной жизни. Его изрядно потрепало. Ему повезло попасть в добрые руки. А вскоре нашелся и хозяин. Кошки, они никого не волнуют. Они сидят в подвалах. Они рожают, умирают. Ну и как-то они же людей-то особо не трогают. А если что, просто вызывают службу. Службу, господи, как там она называется-то. Ну, в общем, травят их вместе и с тараканами, и с блохами, и со всем. История Маслинки еще драматичнее. Она родилась на ферме, куда некоторые подкидывают животных, полагая, что их там ждут санаторно-курортные условия. Хозяин узнал, что кот болен, что ему требуется лечение, что он слепой и полуслепой, так скажем. Но он отказался от кота. Ну, вернее, он мне ничего не сказал. Он просто перестал звонить. Такие коты, как Маслинка и Марат, вряд ли могут рассчитывать на нового хозяина. Поэтому они и доживают свой век в хосписе приюта. Целую комнату в своем доме и отвела под домашний лазарет. Несколько раз вывозили с местной фермы кошечек, в том числе попала Маслинка. Маслинка неизлечимо больна. Из-за того, что она с рождения болела инфекцией, у нее полностью разрушена носовая перегородка. Можно сколько угодно ждать, когда наша ответственность за животных вырастет до уровня европейской, или ждать, когда государство решит задачу. Но главное, чтобы проблема не выпадала из зоны видимости. Только в этом случае ее можно свести к минимуму. Ну а пока каждый из нас способен ее решить без героических усилий на элементарном уровне. Что самое главное, что сейчас нужно, это стерилизовать своих домашних кошек. Чтобы перестала расти численность популяции бездомных котов. Потому что бездомные коты – это домашние коты. Бывшие домашние. Полина Рифа, Владислав Прошвидов, телекомпания «Ветта». Мои дети сразу после Нового года активно начали ждать лето. Ну правильно, Дед Мороз уже подарил все, что у него было, так что зима уходи. Стали вспоминать каждый день, как купались летом в реке, как устраивали пикники на травке, как собирали ягоды на даче. Я вдруг тоже почувствовала, что уже устаю от этой бесконечной снежной пустыни, от того, что все вокруг какое-то белое, от того, что надевать приходится сто одежек, и им все с застежками. Что ж, могу только сказать, что лето обязательно будет. Лед растает, любящее сердце растопит, чары снежной королевы, трава будет зеленой, а солнце жарким. И мы опять будем ждать Нового года. Это и называется жизнь. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова